для начала нам нужно с вами отварить рыбу варить мы ее будем недолго минут 10 если большие куски то минут 15 почему недолго потому что иначе она разварится и вам тяжело будет ее разобрать на кусочки в бульон где варится рыба я положила морковку луковку петрушку и корень сельдерея соль лавровый лист перчик вот она у меня варится все я уже ее у меня вот такие маленькие кусочки такие уж они маленькие вот другой к сожалению рыбы не нашла не успела не успела ничего купить ну вот варю из того что есть пережариваем репчатый лук на растительном масле до золотистого цвета к пережаренному луку добавляем морковь наливаем в кружку рыбный бульон тот в котором варилась наша рыба добавляем в него хорошую столовую ложку томатной пасты перемешиваем вливаем наш бульон в котором мы развели одну столовую ложку томатной пасты добавляем столовую ложку сахара сахарного песка и щепотку соли соли немного потому что когда варили рыбу мы с вами ее солили далее добавляем в наш маринад лавровый лист перец обычный горошком и перец душистый гвоздику добавили и половину пучка петрушки добавили тушим дальше после того когда выделяем бульон рыбный бульон с томатной пасты в общем маринат даем прокипеть буквально 5-10 минут после чего мы с вами добавляем него рыбу ту которую мы отваривали я удалила из нее все косточки и просто не резала а поломала руками и вот это все у нас теперь должно еще прокипеть буквально минут пять под закрытой крышкой но все дорогие мои наша рыба под маринадом готова а теперь немного информации почему я ее не жарю просто некоторые добавляют жареную рыбу в маринад потому что на мой взгляд рыба в вареном виде если она еще слегка недоварена то она просто напитывается этим маринадом а жареная рыба она соответственно не вбирает себя все прелести маринада поэтому всем приятного аппетита рыба получилась нереально вкусная так что готовьте по моему рецепту вы не пожалеете рыба вкусная как горячим так в холодном виде в холодном виде